Дорогие друзья, всех с наступившим Новым Годом! Счастья, удачи, любви, благополучия в Новом Году! Сейчас, прежде чем начать показ нового своего видео, прогулки по городу Красноперековску и обзора нашего парка, который до сих пор проходит реконструкцию, хотелось бы показать видео Яны Ярко. Оно коротенькое, не займет много времени, но у людей в Семеизе случилось несчастье. Попрошу посмотреть, и кто хочет поучаствовать в помощи, пожалуйста, можете принять участие. Всех с наступившим Новым Годом! И сегодня я хочу предложить каждому из вас поучаствовать в новогоднем чуде. Вчера, 31 декабря, когда все мы с вами праздновали Новый Год, пять семей из поселка Семеиз не смогли сесть за праздничный стол. С 12 часов дня до 7 часов вечера огонь уничтожил пять домов. Пять семей в один миг лишились абсолютно всего. Не удалось спасти абсолютно ничего из имущества. Люди выбегали из домов в чем есть, выбивали стекла, чтобы достать детей. Всего сгорело 600 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. И сейчас я обращаюсь к каждому из вас. Давайте начнем этот год с доброго дела. У нас есть возможность объединиться и с ним вместе помочь. Вместе это большая сила. Сейчас каждый из вас может стать частью доброго дела. В конце видео будет номер карты семьи из трех поколений, которая в один миг потеряла сразу два дома. Также будут в описании контакты, где можете связаться и узнать, чем именно вы можете помочь в данной ситуации. Не оставайтесь равнодушными. Давайте вместе объединимся и совершим новогоднее чудо. 1 января 2020 год. Реконструкция еще не завершена, как мы видим, но процесс идет. И уже, конечно, изменений очень много видно. Скидплощадку обещали установить какие-то новые снаряды. Вот так пока выглядит у нас парк. Лавочек очень много. Еще будут очень много устанавливать. Антивандальные фонарики по всему парку тоже установлены. Вот такие обалденные качельки. Вообще очень мне нравится такая конструкция для детей. Под крышей. То есть если будет дождик, есть куда даже от дождя спрятаться. Видим, что в праздники никто сейчас не работает. Все накрыли. Строим материалы все накрыты. Ну, собственно, работы не очень много осталось. Но сроки ребята все-таки не уложились. Ставят ограниченные сроки на всю реконструкцию. И все-таки, видимо, этих сроков недостаточно. Такая красивая аллея. Вечный огонь наш горит. Конструкция вообще очень интересная. Возможно, сюда что-то посадят. Если это еще и заплетется, это вообще будет, конечно, красота. 50 миллионов рублей ушло на реконструкцию данного парка. 13 тысяч квадратных метров в плитке уложено. 150 антивандальных фонарей установлено. Ну, в принципе, уже видно, что из этого всего получается. Подождем, когда до конца все установят. Обязательно вернемся и посмотрим. Но это не как бы вторая часть реконструкции. Вот эта вот часть парка. Но еще и за ДК кусок парка, который тоже, собственно, приводит в порядок. Тоже уложили там плиточку. Сейчас пройдемся, покажу. Но впереди эта часть была уже ранее сделана. Вот тут что-то делают тоже. Еще в стадии все. Палки, Даш, что это за палки будут? Что такое непонятное сооружение? Вот тут тоже. В общем, закончат, увидим, да? Там тоже делают дорожки. Сделали. Такие вот красивые сейчас делают навесики. Ограждения под мусор. Никакого раздельного мусора у нас нет в Крыму. Свалки как были старые, так и есть. Никакой переработки мусора нету. Хотя ресурсы занимаются сейчас полностью мусором. Раньше ЖЭК, на балансе которого была местная свалка, и свои автомобили вывозили мусор. Сейчас теми же самыми автомобилями вывозится мусор на свалку, на ту же самую. Только тарифы стали другие. Вот. Раньше нельзя было через парк пройти на улицу Калинина. Все скакали через вот такое вот сооружение. Через трубы. Теперь сделали нормальный проход. Дорожку. Теперь можно непосредственно с парка выйти на улицу Калинина. Напрямую. Вот это бывший городской пруд. Вот тут раньше лебеди плавали. Мы заходили туда, там очень-очень маленькая. Стояли их домики. Все это заполнялось водой. Было ограждение. Впереди была типа островочка такая. Всегда все заросшее, зелененькое было. И тут вот водичка по кругу. Что будет дальше с этим неизвестно. В общем, как-то так все теперь выглядит. Вообще, конечно, изменения уже существенные. Но посмотрим, когда сдадут полностью объект. Как все будет. А пока, ну, так вот как-то. Новая спортивная площадка ГТО. Вот именно такую же, точь-в-точь, поставили и нам на нашем жилом массиве. Вот тут старые площадочки. Ничего, им уже по многу лет. А так, в принципе, нормально держится. Кроме... Вот горочка такая была винтовая. Ее не стало. Разломали. А так, в общем-то, все вроде бы целое остальное. Уже покрасить надо. Закончили, наконец-то, злосчастную эту лестницу ДК. Больше года ее делали. Чтобы плитку сделать, вот понадобилось им столько времени. Стопинялись подрядчики. Ну, в общем, такой объект сложнейший наконец-то закончен. Первое января. 5 градусов тепла. Вот так вот у нас Новый год. Как обычно. Слегка сыро. Дом разобрали. Не до строй. Осталось там порядок навести. Сейчас у нас все засветится. с огоньками. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok